По квартире разбросаны игрушки и детские вещи. Еще недавно здесь жила многодетная семья. Старшая дочь вышла замуж и переехала. Родители воспитывали двух дочерей 7 и 10 лет. Работали в колхозе. Иногда выпивали. Однако за детьми следили. Они были всегда одеты и накормлены. В школе нареканий по ненадлежащему исполнению родительских обязанностей не было. Все перевернул один день. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, недоволен тем, что жена ему не дает сигареты и не приготовила вовремя еду, возник словесный конфликт. В ходе данного словесного конфликта нанес несколько ударов своей ногой по животу потерпевшей. В результате этого она почувствовала сильную боль. Находившись в квартире, ребенок услышал данный конфликт, вбежал в комнату, где все происходило и, соответственно, разнял родителей. У женщины были сильные боли в области живота, но ехать в больницу она отказалась, подумала, что все пройдет. К тому же впереди выходные. Самочувствие не улучшилось, но, несмотря на это, она все же пошла на работу в понедельник. Нашли ее на ступеньках административного здания и отвезли в больницу. Там она скончалась из-за разрыва внутренних органов. Мужчина свою вину сначала не признавал, доказывал, что жена погибла не из-за его побоев. Она все жаловалась на боль. На боль где? В животе. В животе? Да. Куда? В какой области? По ребрам. Чтобы доказать вину, следователи привлекли психологов, которые работали с детьми. В итоге дочери дали показания, которые и стали главным доказательством в уголовном деле. Отец получил 7 лет колонии строгого режима. Детей забрали родственники. Их состояние нами в ходе расследований контролировалось. Мы выезжали периодически в их семью, смотрели условия их проживания. Бабушка, их вторая, о них заботилась, постоянно сидит. Она пенсионерка. Поэтому они всем были довольны. В региональном следственном комитете подвели итоги работы за 2018 год. По статистике, за последние 11 лет количество убийств сократилось более чем в три раза. В 2018 производством окончено более 600 уголовных дел. Среди окончено уголовных дел 45 об убийствах. 32 о фактах умышленного подчинения тяжкого вреда здоровью, повлевших по неосторожности смерть потерпевших. 33 о преступлениях против половой свободы. 43 против государственной власти и интересов государственной службы. 95 о преступлениях в сфере экономики. 57 в результате которых пострадали несовершеннолетние. В прошлом году возросло количество выявленных преступлений коррупционной направленности. Самым громким стало дело в отношении директора муниципального предприятия детское питание, получившего взятку в размере более 1 миллиона рублей. Расследование этого уголовного дела продолжается.